Деловые круги за круглыми столами. Те, кого принято называть акулами бизнеса, пожалуй, в первый раз встречаются с губернатором в такой неформальной обстановке. Съезд Краевого отделения Российского Союза промышленников и предпринимателей – площадка для открытого диалога. Многие собравшихся в этом зале – конкуренты, но сегодня они выступают единым фронтом. Именно бизнес играет важнейшую роль в реализации национальных проектов. Роль регионального бизнеса, реализация национальных проектов, успех реализации проектов зависит от правильной расстановки роли каждого участника. Власти не смогут реализовать национальные проекты без бизнеса, и бизнес не сможет эффективно участвовать в них без четких правил, идущих от чиновников и сопровождения всех этих проектов. Взаимодействие бизнеса и власти – это и есть залог успешного экономического будущего, смотреть в которое глава региона предложил уже сейчас. Создание высокотехнологичных производств и наращивание экспорта – то, на что сейчас ориентируются крупные предприятия. Как пример – Ильский нефтеперерабатывающий завод. В перспективе на него планируют поставлять почти 7 миллионов тонн сырья в год. Наше предприятие сейчас находится в активной фазе модернизации. Модернизация порядка 70 миллиардов рублей, и продлится это до 2024 года. Мы создаем примерно дополнительных тысячу рабочих мест. Завтра это будет, я уверен, гигант. Гигант. Вот и все. Вот и подходы. Разные подходы. И разные результаты, коллеги. Разные результаты. Риск. Деньги – миллиарды долларов. Берут кредиты. Рискуют всем. Но понимают, что по-другому завтра ворваться в рынок невозможно. Все, что есть, поставили на кон. Ну, уверены в своей победе. Как их не поддержишь? Ну как, друзья? Поэтому я говорю, коллеги всем вам и им особенно, если любая повестка проблемная на федеральном уровне, быстрее о ней говорите и будем вместе. Вместе ломиться в те двери, которые даже наглухо закрыты. Вслед за нефтяниками вполне могут подтянуться и смежные отрасли. В задачах на этот год привлечь на Кубань 360 миллиардов рублей инвестиций и завершить 126 проектов. Поощрять регионы за грамотную инвестиционную политику решили в Государственной Думе. В первом чтении уже принят соответствующий законопроект. С этого года уже, с этого года, часть задолженности федеральному бюджету, вот если есть у регионов часть задолженности, вот эта часть задолженности, сейчас она определяется уже конкретно к алтарному чтению, это будет 5 или 10 процентов, будет оставляться в регионе, если будут продвигаться инвестиционные программы. Снижение долговой нагрузки вписывается в стратегию развития Краснодарского края до 2030 года, которая является ключевым ориентиром для работы администрации региона. Бизнес, в свою очередь, ждет шагов навстречу. Например, об актуальных вызовах, стоящих перед курортной отраслью региона, Вениамину Кондратьеву рассказал учредитель детского лагеря Валерий Дюмоев. По его словам, туристический поток на наше побережье сдерживает не качество сервиса, а высокие цены на авиабилеты. Наши услуги в Краснодарском крае не дороже, чем в Турции, даже на порядок дешевле. Но авиаперелет, который работает авиакомпания, туристическая компания, работает на Турцию, на заграницу, у них перелет очень низкая цена. Даже взять, к примеру, сравнить Москва-Краснодар 4 тысячи, Москва-Анапа 8. Динамика есть, возможность есть, рынок просит, рынок может развиваться, возможностей рынка огромные, но проблема с авиаперелетом, который у нас сегодня есть, мы его никак не можем решить. Вопрос можно и нужно решать, в каком разрезе. Мы готовы пойти на субсидирование за счет краевого даже бюджета авиаперевозок для Анапы и Геленджика. Но дайте нам потенциально объем отдыхающих, которые вы должны привезти и в Анапу, в данном случае Геленджик. То есть потенциально просчитайте, сколько вы можете привлечь, начиная с октября месяца, отдыхающих, примерно своими коллегами, просчитайте, а мы тогда пойдем на субсидирование перевозок в эти осенне-зимние и ранне-весенние месяцы. По мнению предпринимателей, всю мировую экономику ждут не самые простые времена, потому бизнесы и местные власти заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве. Коллеги, мы все вот сколько здесь сидим, и много залов, и все разные, я уверен, по взглядам. По политическим оценкам, но, коллеги, мы все с вами должны быть едины в одном, в результате. В результате он у нас один общий на всех. И отделить ваш результат, финансовый результат, прибыль ваших предприятий от финансового результата региона, от прибыли региона невозможно, потому что мы заинтересованы в целом в одном и том же. Вам нужен финансовый результат для того, чтобы вы уверенно и сегодня чувствовали себя, ваш бизнес и развивался. А нам, естественно, налоги, которые мы имеем, рабочие места, то же самое, только чуть-чуть с другого взгляда. Подобные встречи с бизнесменами губернатор предложил сделать регулярными для того, чтобы по горячим следам предметно обсуждать возникающие проблемы.